Религиозная организация свидетелей ЕГОВА окончательно запрещена в России как экстремистская точка в историю ее существования. В нашей стране 17 июля поставила апелляционная коллегия Верховного Суда. Ликвидированы также 395 региональных отделений организации, а ее имущество обречено в доход государства. Это уникальный флаг для правоприменительной практики в Российской Федерации, так как запрещены все организации свидетелей ЕГОВА по всей стране на основании принципа единства вероучения. До сих пор такого случая в России не было вообще. То есть у нас вообще-то как бы обычно запрещается каждая зарегистрированная организация местная или потенциализованная отдельно. В апреле в Верховном Суде России начался процесс по делу о признании экстремистской религиозной организации свидетелей ЕГОВА и ликвидации всех ее структур в России. Инициатором процесса выступило Министерство юстиции России, которое обвиняло организацию в осуществлении экстремистской деятельности. На данный момент мы можем сказать, что свидетели ЕГОВА запрещены, так как были выявлены факты нарушения ими акций антиэкстремистского закона. То есть речь идет о распространении запрещенной к обороту и внесенной в специальный перечень литературы. Невзирая на факты решения суда и многократные предупреждения, свидетели ЕГОВА продолжали распространяться в книге. И в определенный момент их представили к запрету на территорию всей страны. Свидетели ЕГОВА не первая религиозная организация, законность деятельности которой оспаривает Минюст. 23 ноября 2015 года Мосгорсуд рассмотрел иск данного министерства о ликвидации Саентологической церкви Москвы. И признал организацию, не соответствующую федеральному законодательству. В основном все религиозные организации действуют согласно законодательству до факта осуществления противоправной деятельности. В случае, если это вопрос религиозного характера, тогда может быть подвергнут запретом вся религиозная организация. Почти 80 опрошенных Левада центром россиян поддерживают введенные в России запрет на организацию свидетелей ЕГОВА, которую Верховный суд признал экстремисткой. Диана Шилова, Универ Ньюс.